Миндаль Миндаль олицетворяет надежду на пробуждение новой жизни после зимних холодов. Конец февраля 1992 года, когда Миндаль, расцветая по всему небольшому городу Хаджалы, стал свидетелем, как снег окрасился в необычный алый цвет. Массовое уничтожение евреев в период Второй мировой войны – одна из самых трагических страниц мировой истории. Геноцид 6 миллионов человек известен под названием «Холокост». 10 июня 1944 года были жестоко убиты 642 жителя деревни Орадур-Сюрглан во Франции. За 100 дней в 1994 году одна маленькая страна стала местом захоронения почти миллиона человек. Название этого центральноафриканского государства – Руанда. 11 июля 1995 года в малоизвестном городке Европы было уничтожено свыше 8 тысяч мужчин и подростков. Это город Сребреница. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в одном из городов Азербайджанской республики были зверски убиты 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка. Город называется Хаджалы. Все вышеперечисленные события схожи в одном. Каждый раз жертвы принадлежали к определенной этнической группе или нации. Евреи в Европе. Французы в Орадуре. Тутси в Руанде. Босницы в Сребренице. И азербайджанцы в Хаджалы. Хаджалинский геноцид. Еще до Хаджалинской трагедии, накануне распада Советского Союза, армянские террористические организации не раз совершали кровавые зверства и террористические акты против гражданского населения Азербайджана. После подписания Гилистанского и Туркменчайского договоров в 1813 и 1828 годах армяне стали массово расселяться на азербайджанских землях. Став нацменьшинством, они начали разрабатывать планы политической экспансии. В 1920-х годах на горной части Карабаха был дан статус автономии в составе Азербайджана. Однако, в таких административных рамках, что армянское население оказалось в большинстве. Таким образом, внутри Азербайджана появилась искусственная административная единица. В то время, как более чем полумиллиону азербайджанцам, компактно проживавшим в Армении, было отказано в аналогичном праве. Нарушив все международные нормы и принципы, а также действовавшие на тот момент советские законы, в начале 1988 года Армения начала осуществлять агрессивные действия против Азербайджана. Целью была реализация долгосрочного плана, по одностороннему выводу, административной территории и состава республики и ее присоединению к Армении. В конце 1991 – начале 1992 года вооруженные действия против Азербайджана усилились. Хаджалы – город в Нагорном Карабахе с общей площадью 0,94 квадратных километров и населением в 7 тысяч человек. Состоящим в основном из азербайджанцев был целью одной из таких операций. Здесь располагался единственный в регионе гражданский аэропорт, поэтому Хаджалы считался важным транспортным центром. В октябре 1991 года армянские войска полностью окружили город. 30 октября было перекрыто наземное сообщение. Единственным средством связи остались вертолеты. После того, как над Шушой сбили гражданский вертолет, в результате чего погибли 40 человек, эти рейсы прекратились. С января 1992 года город существовал без электричества. Хаджалы выживал благодаря отваге жителей и героизму его защитников. Оккупацией Хаджалы армянские силы стремились получить стратегическое преимущество и благоприятные условия для взятия других городов Нагорно-Карабахского региона. Сам же Хаджалы планировалось стереть с лица земли, так как в Хаджалы и его окрестностях сохранились историко-археологические памятники, принадлежащие азербайджанской культуре. Чрезмерная жестокость агрессоров была преднамеренной. Цель этого акта устрашения заключалась в том, чтобы сломить дух азербайджанцев и получить психологическое преимущество в последующих военных операциях. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы и военизированные отряды при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР начали штурм города. Организаторы прекрасно знали об отсутствии в Хаджалы серьезных вооружений и укреплений, но, несмотря на это, город предварительно подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Когда начался штурм, около двух с половиной тысяч остававшихся в городе жителей попытались выбраться из окружения. Армения заявляла о якобы оставленном открытым гуманитарном коридоре для мирного населения. Однако вскоре стало ясно, что коридор – не что иное, как засада. Спасающихся бегством людей расстреляли с армянских военных постов, установленных заранее, либо захватили в плен около деревень Нахчиванлы и Перджамал. Многие, в основном женщины и дети, умерли от обморожений, пробираясь через горы. Лишь немногим удалось добраться до ближайшей подконтрольной Азербайджану территории – города Агдам. Нет сомнений, резня в Хаджалы стала самой кровопролитной в Нагорно-Карабахском конфликте. В целом, штурм и взятие города унесли жизни 613 жителей, включая 106 женщин, 63 детей и 70 стариков. 1275 человек взяли в заложники, а судьба 150 до сих пор остается неизвестной. Город был стерт с лица земли. В течение той трагической ночи получили ранения 487 хаджалинцев, включая 76 детей. 8 семей были полностью истреблены. 130 детей потеряли одного, а 25 – обоих родителей. 56 человек были убиты с особой жестокостью. Им выкалывали глаза, обезглавливали, сжигали заживо. Беременным женщинам вспарывали животы. Один из идеологов хаджалинского геноцида, Серж Сарксян, впоследствии ставший президентом Республики Армения, признался в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу. До хаджалы азербайджанцы думали, что могут шутить с нами. Считали, что армяне не поднимут руки на гражданское население. Нам удалось сломать это. Безусловно, это стало невиданным примером изменения стереотипа даже после многочисленных войн, которые знала история человечества. К сожалению, геноцид в хаджалы не стал единичным случаем. Фактически, тот уровень жестокости и зверств стал своего рода стандартом, который еще неоднократно демонстрировали армянские войска в течение Нагорно-Карабахской войны. Проводимое в Азербайджане официальное расследование выявило необходимые факты, позволяющие квалифицировать акты, совершенные в хаджалы как преступления геноцида, как определено международным правом, в частности, конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Подобные действия против мирного населения открыто нарушают нормы и принципы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года, их дополнительные протоколы и всеобщую декларацию прав человека. В течение последних нескольких лет международное сообщество предприняло значительные шаги к признанию геноцида в хаджалы. На сегодняшний день законодательные органы Боснии и Герцеговины, Колумбии, Чешской Республики, Гондураса, Иордании, Мексики, Пакистана, Панамы, Перу, Румынии и Судана, а также более 10 штатов Соединенных Штатов Америки приняли парламентские резолюции о признании хаджалинского геноцида. Несмотря на то, что прошло более двух десятков лет, боль и гнев в наших сердцах не утихают. Наши сердца разбиты, но наш дух несокрушим. Мы извлекли уроки из истории и выбрали путь развития. Несмотря на вовлеченность в военный конфликт, Азербайджан за несколько последних лет стал примером стремительного социально-экономического развития. Наша страна показала себя надежным международным партнером и региональным лидером. Региональные и межрегиональные проекты, инициированные Азербайджаном, не только усилили наш экономический рост, но и способствовали развитию всего региона. Мы гордимся своей древней историей и традициями. Наша страна всегда была пространством толерантности, где мирно сосуществовали разные этнические группы и национальные меньшинства. Мы убеждены, что общечеловеческие ценности можно сохранить только совместными усилиями. Мы верим, что настанет день, когда справедливость восторжествует. Окупированные территории Азербайджана будут освобождены, и около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев смогут вернуться в родные дома. Мы должны помнить и чтить светлую память тех, кто в те дни потерял свои жизни или получил тяжелые психологические и физические травмы. Мы помним хаджалинский геноцид во имя сегодняшнего дня и будущего всего человечества. Мы помним хаджалинский геноцид, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Мы не жаждем мести. Мы требуем справедливости. Справедливости для хаджалы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok